Сегодня утром буквально появилась информация, сошлюсь на украинскую правду. Но вот Украина будет стараться повернуть, вернуть в Украину Олега Сенцова и Александра Кольченко из России через международные суды и организации, потому что Российская Федерация отказалась выдать украинцев. Вот скажите, пожалуйста, какие шансы, что это возможно будет сделать через международные организации и суды? Ну, я честно скажу, я отношусь в принципе к ситуации, связанной с Сенцом и Кольченко. Очень скептически, потому что, вы знаете, Путин же прокомментировал, а решать то он, конечно. Вы же понимаете, не суды и не международные, равно как и не российские. Ну, по разным причинам. Ну, Россия не признается в принципе юрисдикцией международных судов. Она об этом заявила, выйдя из римского статута, если речь идет о международном уголовном суде в ГАГе. А что касается российской судебности, ну, про нее я вам уже рассказывал, но в предыдущий раз ее просто как полноценной не существует. Вот, ну, а на скептический взгляд, почему? Потому что, вы знаете, ну, Путин комментировал, он же сказал, когда на вопрос, значит, обращенный к нему известного российского режиссера Сокурова относительно Сенцова, ну, вот по-христиански, из гуманно-созрения, он сказал, условия не созрели. Ну, что такое условия созрели или не созрели, это в голове одного единственного человека, который, собственно, и принимает все решения. Поэтому, вроде как, мы пытаемся через процедуру, а давайте заставим, а давайте вот сумеем, так сказать, каким-то такой бумажкой заставить эту власть поступить по закону, поступить по принципам, которых она декларирует якобы придерживаться. Ну, уважение к международному праву. Но этого не произойдет, потому что это политическая игра в большей степени. Путин ждет, может быть, дивидендов более существенных за отпуск Сенцовой-Кольченко. И поэтому, чисто формально Минюст ответил, что они считают Сенцовой-Кольченко российскими гражданами. Почему? Я просто поясню, потому что на момент их ареста, в 2014 году, к апрелю, после референдума, когда прошел 18 марта 2014, о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, давался месяц всем гражданам Украины, которые проживали на этой территории, чтобы отказаться от российского гражданства, которым наделяли, вы понимаете, не в индивидуальном порядке, а как бы коллективно. Само все беспрецедентно, но в российской практике такое уже было. Отношение Абхазии, Осетии и так далее. И сидя в тюрьме, естественно, они не могли написать, они были в заморозке, так называемые, написать заявление об отказе от этого гражданства, что они делали, насколько я знаю, после. Но это формальный предлог для России, совершенно инфернальный, для того, чтобы отказать, выдать их, отбывать наказание в Украину, что, конечно, бы их спасло. Хотя в том же случае с Афанасьевым, когда это было необходимо, то это игнорировалось. Афанасьев, несмотря на то, что тоже наделили российским гражданством, все-таки вернули в месяц Солошенко после Надежды Савченко в июне месяце прошедшего 2016 года. Поэтому, вы знаете, я считаю, что там необходимо использовать, конечно, разные рычаги, и процессуальные, и внепроцессуальные, но надо понимать для себя, что освобождение Сенцова-Кольченко произойдет через политические переговоры, через международное давление, через какую-то конструкцию, пока не до конца непонятную, в которой будет много условий. Понимаете? И санкции, и то, и сё. И поэтому, наверное, надо продолжать эту работу. Просто юрисдикции международных судов возможны только скорее, вот насколько я её помню, в ЕСПЧ, где поданы жалобы по поводу Сенцова-Кольченко. Но ЕСПЧ такая неповоротливая инстанция, что это может через пять лет произойти, потому что жалобы долго рассматриваются тогда. А потом не факт, что эти жалобы, если даже будут удовлетворены, что Россия их исполнит. Посмотрите, в России сейчас развивается процесс Навального по первому делу Киров-Леса. Не знаю, насколько в Украине об этом знают. Расскажите потом немножко. Да. Ну там он, собственно, отменено было полностью решение Европейским судом, где его приговорили к пяти годам условно. И сейчас рассматривается заново это дело, потому что это новое обстоятельство. Верховный суд на основании решения суда ЕСПЧ отменил приговор, вернул слово снова туда, в Пермский суд. И там сейчас, по-моему, в середине февраля уже будет вынести приговор. Уже известно, что он будет условный опять срок, точно такой же, каким он был. Понимаете, то есть фактически решение ЕСПЧ не выполняется. Ну там крючок такой процессуальный, что его нельзя вынести под тем же основанием, этот новый приговор, по которому он был отменен. Но когда это было проблемой? Поэтому, возвращаясь к Сенцову-Кольченко, я вам скажу, что все равно многие меня критикуют, говоря о том, что я слишком преувеличиваю роль политического давления, вот этих договоренностей и так далее. Но в существовании мы имеем дело с авторитарной системой путинской, в которой суд не играет той роли, которую он играет даже в системах, которые, ну, скажем так, признают за ним роль конституционной ветви власти. То есть суд это производное от, во всяком случае, по политическим делам, от воли политической же власти в России, от Кремля, по политическим делам, тем более такого масштаба, конечно. И поэтому нужно использовать те рычаги, которые влияют на источник этой власти, не на сам суд, а на тот, кто ему указывает, какие решения принимать. И это, конечно, для Путина, там, какие-то международные судебные инстанции, это пустой звук. А вот отношение с Трампом не пустой звук, например, понимаете? Вот парадокс такой. Но это реальность. Ее надо принимать такой, какая она есть. Ее чего лакировать-то? Поэтому я считаю, что по Сенцову и Кольченко все только начинается, на самом деле. Сенцову и Кольченко все только начинается. Сенцову и Кольченко все только начинается.